Свято-Михайловский кафедральный собор – главный православный храм Лицкой епархии. До пандемии коронавируса на воскресное богослужение здесь собиралось более сотни прихожан. Сейчас их приходит в три раза меньше. Небольшое количество людей позволяет соблюдать социальное дистанцирование. О нём напоминает разметка, нанесённая на полу в соборе. Для обработки рук в храме установлены дозаторы с антисептиками. В наших храмах введены основные требования, которые мы должны неукоснительно соблюдать. Это социальная дистанция – полтора-два метра между людьми, приходящими на богослужение в храм. Также рекомендовано, причём настоятельно рекомендовано, храм посещать со своими средствами защиты. Должна у человека быть на лице защитная маска, которая защищает дыхательные пути от попадания инфекции в организм. Конечно, мы ни в коем случае не можем действовать категорично. Если человек пришёл, к примеру, в Дом Божий на богослужение без такой маски, без данного средства защиты собственного здоровья, мы не можем сказать ему, пожалуйста, выйди из храма, ты должен позаботиться в первую очередь о себе, о близлежащих людях, о тех, кто сейчас находится в церкви. Это будет в малой мере неэтично. В целях безопасности в храмах специальными средствами обрабатываются раз в 30 минут все дверные ручки. Также обрабатываются иконы канцелярской принадлежности. В течение дня раз в три часа проводится влажная уборка. До службы и после неё обязательное проветривание. Проветривается храм и в течение дня. С учётом рекомендаций санитарно-эпидемиологической службы проводится сейчас исповедь и причащение. Рекомендовано людям воздерживаться от целования икон, Христа и Евангелия. Если человек приступает к церковным таинствам, к примеру, к таинству покаяния, причащения, тогда священнику, если сейчас речь идёт о таинстве покаяния, исповеди, священнику необходимо напоминать людям, что человек должен держаться на расстоянии от священнослужителя, соблюдать как раз-таки эту социальную дистанцию, где-то полтора-два метра. И также необходимо было бы свои грехи изложить на письменно. Впоследствии эту записку можно передать священнику. И священнослужитель, прочитав её, разрешает кающегося от его грехов. То есть дистанционно. Но в нашем кафедральном соборе применена практика общей исповеди, когда священник до начала божественной литургии выходит в народ, зачитывает молитвенное правило к таинству покаяния. Люди, выслушав это молитвенное правило, каются в своих грехах. И затем священник, опять же, дистанционно обносит народ людей, собравшихся, пришедших к таинству покаяния и Петрахилию. Что касается таинства причащения, человек, приняв тело и кровь Господни, не целует чашу, евхаристическую чашу, как это было ранее. Лжицу, которой мы причащаем народ, телом и кровью Господними, мы дезинфицируем. Обрабатываем в кипятке и в спиртовом растворе. Священники, конечно, за то, чтобы люди приходили молиться в храм, но в сложившейся эпидситуации они выступают за безопасность верующих. Поэтому объясняют, что молиться можно и дома, тем более, если кто-то из прихожан находится на самоизоляции, либо имеет хронические заболевания. Всегда можно и нужно нам не забывать о том, что необходимо молиться, келейно молиться дома. Есть молитва слов, есть молитвенное правило, утренние молитвы, вечерние молитвы, на сон грядущий, которые необходимо нам вычитывать. Вот этот человек должен правила неукоснительно соблюдать в своей духовной жизни. Если человек выходит на улицу, и он не находится, ну так скажем, в заточении, то есть в изоляции, то таким людям мы рекомендуем посещать храм. Может быть, вот относительно тех, кто боится, ощущает некий страх заразиться. Ну, может, у человека есть хронические заболевания, и это вполне все объяснимо. Человек боится подхватить ту коронавирусную инфекцию, чтобы она не спровоцировала некий еще недуг в организме. Поэтому мы таким людям рекомендуем приходить в храм в будние дни. В будние дни у нас людей мало в храме, тем более можно прийти в небогослужебное время, зайти и в наш храм в вечернее время, подать ту же записочку о здравии, о покоении, поставить свящу в церкви, ну и постоять перед святой иконой, помолиться. Священники отмечают, что люди стали меньше обращаться с просьбой совершить таинство крещения и венчания. Понимая, какая сейчас эпидситуация, они откладывают их. Что не откладывается на более поздний срок, то это отпевание усопших. Однако и в этот обряд внесены изменения. Если человек умер от любой формы пневмонии, православные священники выезжают на кладбище и совершают отпевание усопшего там. В храмах постоянно молятся и за победу над коронавирусом, и за медработников, которые помогают людям побороть недуг. Церковь непрестанно молится о упразднении этой инфекции, чтобы Господь даровал нам свою милость, чтобы нам с Божьей помощью удалось победить этот вирус. И за каждой божественной литургией мы возносим особое прошение, молитвенное прошение, посредством которых просим у Бога себе помощи. Докторам, которые сегодня находятся на передовой в борьбе с данным недугом и помогают людям излечиться, тем, кто уже, кого постигло вот это несчастье, люди заболели коронавирусной инфекцией, докторам мы желаем терпения. Терпения, опять же, Божьей помощи. Ну и о всех уже заболевших мы молимся, чтобы они поскорее выздоровели, а о тех, кто почил, о их успении в Царстве Божьем. Храм, конечно, место святое, однако и при посещении его не лишним будет соблюдать элементарные правила профилактики коронавирусной инфекции. Только в этом случае можно избежать массового её распространения.